В районе железнодорожной станции Старича Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершившие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтыр Косумской области и Десна Черниговской области. Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов», заблокированных на заводе «Азов Сталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненых. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции «Старич» и Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершившие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе населенного пункта Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Углидар и Константиновка ДНР. В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерияфа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивающая доставку на Донбасс, вооружение и военной техники из США и западных стран. Оперативно-тактической и армейской авиации поражены 9 пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также 3 склада боеприпасов в районе Лупарева и Шевченкова Николаевской области. Ракетными войсками и артиллерии поражены 6 пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских неминометных батарей на огневых позициях, 4 батареи РСЗО БМ-21 «Град» и 2 радиационные станции обнаружения воздушной цели. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементьевка, Русско-Лозовая, Большие проходы и Петровская Харьковская области, Старомихайловка, Новотомаровка, Новотроицкая, Невельская, Свердлова, Авдеевка и Владимирка Донецкой Народной Республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены 8 реактивных снарядов РСЗО «Смерч». Вчера с 10 утра до 11 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов. Хочу подчеркнуть, что подразделений российских войск в городе Херсон нет. Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и минометы, а также 2983 единицы специальной военной автомобильной техники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова